Малая родина поэта Виктора Боку в Подмосковье, в деревне Язвеце, но принадлежит он всей России и всему миру, как образец талантливости и нравственности чистоты русского народа. Наверное, поэтому в деревню Язвеце приезжают на праздники и в будни так много почитателей его самобытного таланта со всех уголков страны. Она такая легкая и все доступно. Слова у него в стихотворениях, в стихах очень доступные и понятные всем. То есть они легко воспринимаются и не нужно что-то додумывать, все сказано. Сейчас нашей молодежи и всем бы побольше таких песен слушать и читать. Заслуженная артистка России Елена Калашникова приезжает ввязываться каждый год и всегда ее здесь встречать с особой теплотой и радушием. На Буковской осень всегда приезжает и вдова Виктора Федоровича Левтина Ивановна. В этом году праздник посетила и дочь поэта Татьяна Викторовна. Практически весь день звучали в Язвецах стихи, лились песни в исполнении коллективов художественной самодеятельности и фольклорных ансамблей. Мне берут за душу слова. Очень такие тонкие чувственные слова. Особенно песни все про Россию. Не зря говорят, что Оренбургский пуховый платок окутал весь всю Россию. Литератор Юрий Палагин был лично знаком с Виктором Федоровичем, а знакомство с его творчеством началось с песни «Оренбургский пуховый платок». Поет, как птица. Вот это очень важно и очень точно. Потому что диво даешься, как это от природы, от рождения у него появляются эти слова. И он нисколько не тратит на это времени, чтобы подобрать какое-то слово. Все это делается моментально. Десятый юбилей на Боковской оси преподнесла немало сюрпризов. В Доме музея поэта открылась новая экспозиция, которую может посетить любой желающий. На выставке «Ваш подмосковный Ставрополец» Виктор Боков представлены подлинные мемориальные вещи поэта, сборники его стихов, предметы крестьянского быта из семьи Боковых. Особое место заняли письма и автографы выдающихся писателей поэтов 20 века. Пришвина, Пастернака. В прошлом году у нас была выездная выставка в Ставропольском крае, в городе Ставрополь. И она там проходила практически месяц. И эту выставку мы решили показать здесь. То есть она у нас уже будет как постоянная экспозиция. Так что приезжайте, приходите. Да, очень интересно, очень много нового материала. И уже можно даже без экскурсионного сопровождения узнать о Викторе Бокове практически всю информацию от его рождения до последних дней жизни. Вот уже семь лет, как нет с нами Виктора Федоровича Бокова. Но память о самобытном русском поэте, прозаике, собирателе фольклора до сих пор бережно хранится. Ирина Самойлова, Татьяна Трушкина, Валерий Плаготаров. День города.